Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, уважаемый господин вице-президент Мишел Темер, уважаемые дамы, господа, министры, члены делегаций России и Бразилии, дамы и господа, предприниматели, руководители учебных заведений и научно-исследовательных институтов, журналисты, фотографисты, кинематографисты. С большим удовлетворением я принимаю здесь Бразилия. 10 лет после первого визита в Бразилию президента Владимира Владимира Путина, который присутствовал на финальном матче чемпионата мира по футболу и будет принимать участие на самом деле БРИКС. Наши стратегии и наше партнерство получают больше динамизма, как показывают недавний очень высокий уровень контакта и разные проекты сотрудничества. Я приветствовал президента Путина за успешную организацию Олимпийских игр в Сочи. Бразилия и Россия всегда будут сотрудничать в организации мега спортивных мероприятий, как Кубок мира в 2018 году в России и Олимпийские игры в 2016 году в Рио. С первого визита президента Путина в Бразилии наш товарооборот более чем удовольствовался. Мы согласны с тем, что есть необходимость увеличить, диверсифицировать для того, чтобы получить вот такой уровень 10 миллиардов долларов, который мы считаем. В этом контексте мы приветствуем подписание сегодня план действия по экономическому сотрудничеству и торгово-экономическому сотрудничеству. Этот план будет использован для того, чтобы мы развили инициативу, которая позволит увеличение, обоюдное увеличение инвестиций, прямых инвестиций. Я передала президенту Путину многочисленные возможности, которые открываются в области энергетической инфраструктуры, в области которой российские предприятия могут увеличить свое присутствие в Бразилии, особенно в концессии по нефти со строительства портов и железных дорог. Мы также согласны с тем, что мы должны обсуждать с нашими региональными партнерами перспективы экономического партнерства между Меркосуром и экономическим союзем евроазиатским. Наши партнерства – это не только торговые обмены. Мы подчеркиваем важность сотрудничества в области обороны и в мирном использовании ядерной энергии. Поэтому мы передали нашим переговорщикам, чтобы они продолжали наши переговоры, для того, чтобы получить оборудование зенитной обороны. Поэтому мы ищем в России отношения с большим сроком и увеличение, повышение квалификации кадров и создание партнерства в области промышленности и в области высоких технологий. Наши страны находятся среди самых больших в мире и не могут удовлетворяться в 21 веке с зависимостью любого уровня. Недавние случаи показывали, что необходимо, чтобы мы сами искали наши научные технические автономии. Поэтому я выразил удовлетворение о принятии России в программу «Наука без границ», а также успешное сотрудничество для установления измерительных станций системы, навигационной системы ГЛОНАСС на бразильской территории. В том, что касается экономических вопросов, мы подчеркиваем, необходимо координировать действия наших стран в повестке группы 20. Мы должны развиваться и дать процветание нашим народам. Это тоже касается активных действий Бразилии и России во всех международных организациях, особенно экономических, единственный способ для того, как, например, преобразовать международные фонды в действительно демократические и многополярные механизмы. Мы обсуждали перспективы заключения в 6-м саммите БРИКС соглашения по созданию нового банка развития, а так вот систему под резервы, сохранения резервы. Россия выразила свой интерес в принятии участия с каждым днем в сближении этих отношений в рамках БРИКС. Кроме того, дамы и господа, мы считаем, что увеличение конфликтов в разных частях планеты это угроза стабильности, международной стабильности и заставляет многополярные организации, чтобы они были более эффективными. В этом многополярном порядке надо приоритетно определить резолюции и решение, мирное решение конфликтов. Мы приветствуем позиции России в том, что касается Сирии, а специально вопрос по Ближнему Востоку. И в конце мы, Бразилия, в региональном уровне, приветствуем диалог с Россией, который позволит укрепить сотрудничество региона с другими народами, международной системой. Бразилия также приветствует поддержку и сотрудничество России в решении Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам правоопривательности в компьютерном мире. В этом очень сложном мире мы, бразильцы, рассматриваем вашу страну, господин Путин, как геополитически интегрируется с южным полушарием. Вот присутствие БРИКС, мы видим, что южный полушарий, который требует свою идентичности, который завтра будет встретиться в БРИКСе. Здесь, в Бразилии, мы надеемся на мир с миром, юстицией и справедливостью. Я благодарю президента Путина. Еще раз за ваш визит желаю вам успеха в России в организации чемпионата мира по футболу 2008 года. И надеюсь, что наша страна больше сближит свои стратегические партнерства в области энергетики, в области обороны, в области науки, технологий и в области инфраструктуры. У меня большая честь, господин Путин, передать вам слово. Большое спасибо. Уважаемая госпожа президент, уважаемые дамы и господа. Должен отметить, что переговоры с президентом Бразилии были содержательными, конструктивными, на что мы и надеялись, из этого исходили. Благодарю президента за приглашение. Мы обсудили подробно основные направления российско-бразильского сотрудничества, актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи подписан солидный пакет межведомственных и коммерческих соглашений, призванных стимулировать взаимодействие в самых разных областях. В центре внимания на переговорах традиционно были вопросы развития экономических связей. Бразилия – это крупнейший торговый экономический партнёр России в Латинской Америке. На протяжении 10 лет наш товарооборот неуклонно увеличился. И вот президент только что сказал, более чем в два раза за последнее время. Вместе с тем, и мы сегодня тоже обращали на это внимание, в последние два года торговля взаимная несколько сократилась. В прошлом году товарооборот снизился на 3,2%. Поэтому нам самое время было собраться, поговорить по всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся, и наметить пути преодоления этих проблем. Мы обсудили с госпожой Роусов возможные практические шаги и меры, направленные на то, чтобы переломить эту ситуацию. Другой важнейшей задачей на двустороннем экономическом треке считаем активизацию инвестиционного сотрудничества. И здесь намечается взаимодействие между нашими инвестиционными фондами. Важно нарастить промышленную кооперацию, запустить новые проекты, в том числе и в передовых наукоёмких областях. Ряд таких конкретных инициатив по наращиванию взаимных капиталовложений содержатся в плане совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества. Отмечу, крупные российские компании уже начинают осваивать бразильский рынок. Вы уже видели, Роснефть сегодня подписала соответствующие документы, вложилась в добычу углеводородов в бассейне реки Салемойнс. Соловые машины – это другая наша компания в области машиностроения работающая, открывая в Бразилии завод по производству оборудования для гидроэлектростанций. Ещё одна компания стала совладельцем грузового морского терминала в штате Парана. Развивается производственная кооперация в авиа- и автомобилестроении. Россия полностью обеспечивает потребности авиаконцерна «Эмбраер» в титановых материалах. Флагманы российского и бразильского машиностроения – наша компания «КамАЗ» и бразильская «Маркополо» – наладили в России производство автобусов. Всё больше совместных проектов реализуется в высокотехнологичной сфере, как я уже говорил. Отечественная фармацевтическая компания России «Биокат» построит в Бразилии уникальный биотехнологический научно-исследовательский центр. Бразильский рынок программного обеспечения успешно осваивает ещё одна наша компания – лаборатория Касперского. «Мегапей» – это дистанционные банковские услуги. Другая компания – «Киви» – это моментальные платежи и так далее. Намерены и дальше стимулировать прямые деловые контакты между нашими странами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. В этом смысле возлагаем большие надежды на подписываемый деловой Россией – это наше объединение предпринимателей – меморандум о сотрудничестве с бразильскими партнёрами. Особое значение для наших стран имеет сотрудничество в гуманитарной сфере. В прошлом году в Бразилии с успехом прошли Дни российской культуры. В мае-июне этого года большой интерес у жителей Москвы и Санкт-Петербурга вызвала насыщенная программа Дней культуры Бразилии. В планах расширения контактов по линии науки и образования российские УЗы будут участвовать в реализации национальной программы Бразилии «Наука без границ» и принимать ежегодно до 1 тысячи студентов. Особая сфера сотрудничества – это спорт. Мы знаем, на каком высоком уровне Бразилия провела чемпионат мира по футболу. Это огромные усилия – организационные, финансовые. Мы договорились продолжить взаимный обмен опытом в области организации масштабных спортивных состязаний. Россия вслед за Бразилией принимает чемпионат мира по футболу в 2018 году. А Бразилия – летние Олимпийские игры в 2016 году. Как вы знаете, мы в этом году провели у себя зимние Олимпийские игры. А в 2019 году в нашем городе Красноярск и в Бразилия пройдут всемирные игры студентов, всемирные универсиады. В ходе переговоров мы затрагивали вопросы международной повестки дня. Россию и Бразилию объединяют общие подходы к решению ключевых мировых проблем при центральной и координирующей роли Организации Объединённых Наций, верховенстве норм и принципов международного права при разрешении региональных конфликтов. Разумеется, мы отдельно говорили о взаимодействии в формате BRICS, обсуждали перспективы углубления связи России и создаваемого нами совместно с Белоруссией, Казахстаном, Евразийского экономического союза, с латиноамериканским регионом в целом. Мы заинтересованы в сотрудничестве с южноамериканским общим рынком и надеюсь, что соответствующий документ будет подписан в начале 2015 года, после того, как сложится и вступит, вернее, в свою законную силу наша договоренность с Казахстаном и Белоруссией по созданию Евросийского экономического союза. Россия не заинтересована при поддержке Бразилии налаживать контакты с Союзом Южноамериканских государств. И в заключение я хочу поблагодарить всех наших друзей в Бразилии, прежде всего, конечно, госпожу президента, за дружескую атмосферу, деловую атмосферу, которая была создана в ходе нашей совместной работы. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.